В таком заряде сейчас нуждается каждый. Пандемийный период надолго запер тюменцев по домам. Конечно, многие старались поддерживать форму, но куда приятнее делать это а. в компании других поклонников здорового образа жизни, б. на свежем воздухе и в. под присмотром профессионалов. Наш следующий сюжет о проекте «Спортивный заряд». Он стартовал несколько дней назад. Организатор – неутомимый городской департамент по спорту и молодежной политике. Масштабы проекта в рамках города впечатляют. Он реализуется сразу на 25 площадках. Отклик большой, потому что все устали уже сидеть дома. И наоборот, детей раньше не выгонишь дома. Сейчас они с удовольствием идут на спортивную площадку. Тем более, это профессиональные фитнес-инструкторы, которые могут научить тем навыкам оздоровления, владения собой. Основная задача – привлечь к здоровому образу жизни детей. Но заниматься могут тюменцы любого возраста. Занятия проходят в ежедневном режиме и на свежем воздухе, с профессиональными наставниками. Но есть в проекте и такая опция, как дистанционные тренировки. На каждой площадке есть расписание. В рамках расписания у нас заведен QR-код, воспользовавшись которым, житель сразу же оказывается в группе ВКонтакте «Спорт Тюмени» для всех. И, соответственно, может и, с одной стороны, посмотреть расписание работы всех площадок. И сориентироваться, на какой ему удобнее оказаться. Либо на какой-то он занимается сегодня, на какой-то в шаговой доступности. Ему удобнее заниматься завтра, например, в вечернее время. Ну и в том числе зайти на эту вкладку и отзаниматься самостоятельно. Будь то воркаут, будь то бокс, будь то баскетбол, футбол, волейбол. Ну то есть абсолютно все виды деятельности мы постараемся в эту вкладку разместить. С тюменцами на площадках спортивного заряда работают четыре десятка профессиональных инструкторов. Важно, что в прошлом году они делали это бесплатно. Сейчас из-за коронавируса отрасль серьезно пострадала. И вот уже городские власти пошли навстречу, найдя финансирование на зарплату тем, кто будет прививать горожанам здоровый образ жизни. В этом году нам, конечно, уже идет финансовая помощь. Благодаря департаменту по спорту, главе города Тюмени, наши инструктора вздохнули после тяжелых времен, времени, которое у них там было. Поэтому сейчас намного легче, намного радостнее они вышли на улицу, для того, чтобы дальше продолжать свое любимое дело. Спортивный заряд – лишь один из проектов департамента. Всего в городе работает 186 площадок. На каждый спорторганизаторы будут рады любому, кто решит распахнуть объятия навстречу физической активности. Но, конечно, основная нацеленность идет на детей. Палаточных лагерей из-за коронавирусной угрозы в этом году нет. Потому городские власти решили увеличить количество форм досуговой занятости для юных тюменцев. Мы убиваем здесь двух зайцев. Понятно, что привлекаем это увеличение число, количество занимающихся детей в каникулярное время, вот сейчас в летнее время. Ну, соблюдением, конечно, всех норм безопасности, которые рекомендует Роспотребнадзор. Опытные инструкторы будут проводить тренировки, опираясь на уровень подготовки тех, кто пришел на занятия. Каждый занимающийся точно будет в тонусе, но, естественно, без сверхнагрузок. Опять же, задача проекта – популяризация спорта, чтобы и после окончания лета здоровый образ жизни стал неотъемлемой частью жизни тюменцев. Мне очень понравилось. Я занималась тайским боксом, ходила в Раджафайт. И сегодня меня пригласили на тренировку, на открытие площадки. Я приехала, мне понравилось очень сильно, планируя заново начать, может, ходить на тренировки. Чтобы развивать себя, развиваться, чтобы не сидеть в четырех стенах, и нужно заниматься собой, тренировать себя. Спортивный заряд также помогает проекту «Наставник», в рамках которого ведется работа с трудными подростками, с детьми, семьи которых, к примеру, находятся в социально опасном положении. Все лето они также будут тренироваться и на площадках спортивного заряда. В этом году у нас три фитнес-клуба, которые продолжают реализовывать проект «Наставник». Это «Атлетик Джим», это «Тайга Кроссфит» и наш партнер, инструктор, которого работает на этой площадке, это фитнес-клуб «Мастер», у которых 15 подростков, относящихся к социально опасному положению, на регулярной основе занимались в их фитнес-центре, а сегодня все лето, по сути, будут заниматься на данной площадке. Проект «Спортивный заряд» будет реализовываться в Тюмени до конца августа. Продолжение следует...